Талапский старец 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 Талап空 который перекалечен в аварии, на нем места живого нет. Он смотрел с огромным сочувствием, и какой-то все время у него такая горечь была. Известная рок-певица Ольга Кармухина еще при жизни отца Николая построила дом на острове. Местные жители ее хорошо знают и помнят, какой она сюда приехала в первый раз и как изменилась после этого. Она была такая женщина, отрешенная от своей эстрады, пропавшая была, пропадающая уже, и выпивала. Она это не стеснялась, сама говорила. И потом вот она пришла к батюшке. Она увидела его, как старика, на распахнутую рубашку настиж, такого вот, она не придавала значения, что это такой великий старец. А когда он с ней пообщался, и она все переосмыслила в своей жизни, он ей и по щекам наклепал, он как-то все это понял, кто перед ним стоит, он такой был. Вот. И после этого вот она изменилась в корне. И постоянно она у батюшки, у ворот, постоянно. Батюшка предсказал Ольге замужество. Тогда со своим будущим мужем Алексеем Беловым они были только друзьями. А когда батюшка сказал, нам венчаться, мы перепугались. Вот. Оказались не готовы. Мы же были друзьями, мы только-только-только начинали дружить, и как только жениться на друге вдруг. Ну, это было как-то не совсем привычно. А потом уже возникла любовь. А можно вы попьете? Пожалуйста. Попейте, попейте. Не стесняйтесь. Только уже холодные. На острове отец Николай жил в маленьком домике на окраине. Здесь растут каштаны, обитают птицы мира, голуби. Своими силами батюшка восстанавливал храм и служил поддержкой окружающим его людям. Помогал так, помогал им. И все скажут правильно. Что он скажет, это правильно. Он так подумает, перекрестится и скажет. Да и все правда. Ну, приезжали люди ведь отовсюду. И с горем приезжали, сейчас едут. И все батюшки сейчас помогают. Все нас учил. А ведь нам все не верилось. Ну, конечно, близко-то мы тут жили, так все его слушали. Вы простите, вы простите, род и ближний человек. Меня грешника помяните. Отхожу от вас, мои драгоценные. Он умер 24 августа 2002 года. Попрощаться с великим старцем собрались тысячи людей. Николай Гурьянов почитаем многими людьми. Остров Залито, ставший его домом на десятки лет. Сейчас памятник удивительному человеку. Почтить его память в день его кончины приезжают паломники. Молятся у его могилы. Благодарят за чудеса исцеления и помощь. Любовь Пронева впервые приехала к старцу в 90-е годы. С момента, когда Николай Гурьянов отвел ее на разговор, отсчитывает новую жизнь. Именно тогда решилась стать многодетной и приемной матерью. Думаете, что так просто быть приемной родителем? Это я прошла, проучилась. Вот сейчас их должны воспитывать. Я почти раз в две недели езжу. И без святого я сюда не прихожу. Это человек, который напоминает, что надо делать добро. Вспоминания и рассказы другим людям об этой встрече еще усугубляют праздник. Еще люди, которые его не видели, тоже как будто увидели батюшки и получают радость. А если получают радость, значит жив дух, жива благодать, жива благословение старцу. На могиле старца простой деревянный крест. Так он завещал. Имя старца Николая Гурьянова известно тысячам людей в России и за рубежом. Он один из любимейших, почитаемых духовных наставников Русской Православной Церкви. Одно из его последних напутствий. Верующий человек. Он должен любвеобильно относиться ко всему, что его окружает. Любвеобильно. 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 Любвеобильно.